Здорово, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать обратно, Мазахизия. Ладно, валим нахер отсюда. Пока, братишка. Так быстро подчинились. Ангел говорит. Мы подчиняемся. Почему же вы говорите сейчас? Если молчали в святилище... Мы говорим. Но ангел громче нас. У меня нет на это времени. Конечно, Гамильтон. Мы не должны перечить нашему предназначению. Вот и ладно. Хлебала завали и молча пошли. Идти к братишке, да? Тропинка. Мы дом прошли. О, боже. Не понял, а где дом? Тормози. А, вот он дом. Господи, думал, дом пропал. Мать-перемать. Так, ладно, пойдем. Маманя тут? Походу, маманей нету. А, нет, есть, смотри-ка. Да-да, конечно. Все хорошо. Он, как и обычно, наверху. Это все лекарства. Конечно же. Он просто уснул. А, лекарства ведь его так утомляют. Конечно же. Он спит. Ну ты, мать, даешь. Совсем мать поехала. Братишка. Здравствуй, друг. Поговорим? Волтер, у меня есть вопросы. Упорно молчит. Хватит фарса. Я знаю, что ты можешь говорить. Маска на мне не для фарса. Мои желания всегда были прозрачны. А ты другой? Как беспечно. Мечешься, как мышь мышеловки. Сначала был добрым, маленьким мальчиком. Говорил нам то, что мы хотели слышать. И внезапно обратился в дьявола во плоте. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, не понимаешь. Ты никогда не отличался смекалкой, верно? Ты кого дебилом назвал? Ну-ка, повтори. Раз на раз. Слушай, мне жаль. Тогда ты должен. Да, определенно. Встань передо мной на колени, Гамильтон. Умоляй меня. Сделай шаг навстречу Волтеру. Ух-ху-ху-ху-ху. Прекрасно. У тебя есть вопросы? У меня есть ответы. Цена которым? И какова же цена? Рад, что ты спросил. Я хочу, чтобы ты причинил мне боль. Бил меня, пока все мое тело не превратится в кровавую отбивную. Чтобы я захлебывался кровью, лежа на полу, в беспамятстве. И когда я буду скулить, умоляю тебя остановиться, ты должен бить меня еще сильнее. Или же, ты можешь просто меня освободить. Никто не в силах причинить мне такую боль, как могу я сам. Ну что скажешь, маленький брат? Сделаешь мне больно? Или освободишь меня? Вот это выбор в натуре, а? Первый вариант. Я не стану развязывать твои руки, но сниму с тебя маску. Второй вариант. Не пойдет. Я не стану торговаться с таким больным животным, как ты. Третий вариант. Конечно, я сделаю тебе больно. Я заставлю тебя истечь кровью. Если маску снять, на какие вопросы он ответит? Он себя, скорее всего, просто убьет, да и все. Это ж больной мудак. Ничего не делать, тоже не вариант. Колоть его и резать, тоже не вариант. Да что ж выбирать-то, господи? Не пойдет. Я не стану торговаться с таким больным животным, как ты. Что ж. Удачи с этими вопросиками. Просто диалог кончается понятным. Уже вернулся? Я думал, ты задержишься побольше. Я явно переоценил тебя. У меня новое предложение. Эти времена прошли, братишка. Сними маску, и я отвечу на все твои вопросики. Даже выбора больше и нету, господи. Что делать? Ладно, снимаем маску. Мы так близко. Ты готов, братишка? Ой, мать перебой. Ой, боже мой. Да какого хера он нас надурил? В натуре я так и думал. Зачем мы это сделали? И он тупо сбежал куда-то? Было довольно глупо. Снимай с него маску. Мы его найдем. И что же ты сделаешь, Гамильтон? Убьешь Волтера? Он первым набросился на меня. Если бы он хотел твоей смерти, нас бы здесь не было. Давай найдем его и поговорим. Боже, он походу маманю убьет, да? Или он пахана доест? Отдыхает вроде нормально все. Пойдемте вниз. Тишина вроде. Камин. Тишина и спокойствие. Все идеально. Ее нету. Ее нету. Передний двор. Опа. Ты живая, господи. Итак, Гамильтон. Ты доволен собой? Ты разрушил нашу семью. Почему Господь проклял нас? Сначала мой старший сын. Как его звали? Мне жаль, матушка. Мой сын мертв. Мой муж мертв. А сейчас ты забрал у меня последнего оставшегося ребенка. Куда пошел, Уолтер? Бедный Уолтер. Он последний родившийся от этого проклятого семени. Я знаю, где он будет искать утешение от твоего безумия. Следуй за водой, Гамильтон. Следуй за водой. Данные плачущими небесами. Эти слезы для тебя, Гамильтон. Возможно, в божьих руках Уолтер наконец обретет покой и утешение. Надейся, надейся. Че-то я слабо в это верю. Ну, пойдемте искать братишку. Наверное, просто купается с бабехами в речке. Звук дождя. Звук дождя. Ручей, подожди. Тихонько на север пойдем. Склад. Это может его нычка? Братишка, ты здесь? Нет, его там нет. Его там нет. А где он? На восток. Летей, летей, лепесток. Где эта мразь? Где эта скотина? Церковь. Может он там? Пришел помолиться, я не знаю. Ну-ка, тут его нету. Куда он пошел? Где он? Да мать твою ты здесь, сученыш. Ты батюшка, что ли, дохера? А вот и ты, маленький брат. Я ждал тебя. Волтер, что у тебя с лицом? Да, конечно. А что с ним не так? Лишь несколько прекрасных шрамов, разве нет? Каждый из них таит в себе удивительную историю. Это отец тебя так? А, он лишь поучаствовал. Но большинство его историй записаны на моем теле, не на лице. Придет время, и обо мне будут вспоминать, как о художнике, чей холст, собственное личико. Видишь эту губу? Все началось с маленького кусочка. Чувство, когда острые зубы раздирают нежную кожу. И тогда я начал кусать. Я кусал, пока не почувствовал, как теплая кровь струится по моему подбородку. Капает моё горло. Ах, Гамильтон, этот вкус. Словно в моём горле расплавленное железо. Я частенько думал об этом. Но чем больше кусаешь губы, тем крепче они становятся, Гамильтон. И вскоре они уже не могли дать мне крови, которой я желал, когда кусал их. Поэтому я кусал их, пока не почувствовал треск рвущейся кожи. Ты ешь своё собственное лицо? Практически. Это были мои губы. Я ел их, покуда мои челюсти доставали до них. Пока совершенно не кончилось то, пока совершенно не кончилось то, что я мог рвать и кусать. Хватит. Ты хорошо повеселился. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Довольно справедливо, маленький брат. Ты был хорошим мальчиком. Выслушал меня. Теперь я сделаю то же самое для тебя. Гамильтон, что тебе от меня нужно? Ты правда мой брат? Что это за вопрос такой? Мне всяких сомнений, мы одной крови. Я твой брат, Гамильтон. Отец говорил о старшем сыне. Так и было, был старший сын. Но он был до меня. Матушка практически не говорила о нём. Отец избивал меня до потери сознания, когда я спрашивал о нём. Но его это наконец утомило, и больше он со мной не говорил. Ты знаешь его имя? Да, это всё, что мне известно. Его звали... Альберт. Как Альберт? Ты чё, братка? Да не может такого быть. Что опять такое? Наш разговор окончен, маленький брат. Я ответил на твои вопросы. Ты должен уйти. Оставь меня. Позволь мне скорбить по покинувшему нас отцу. А где таблетки? Чё так плохо стало опять? О господи, ладно, выходим. Успокойся, Гамильтон. Наше сердце сейчас выпрыгнет из груди. Игла поможет успокоиться. Успокой нас, Гамильтон. Успокой нас. Давай, братан, кали. Ну чё, полегчало, нормально? Опа-на, и ты здесь. Что ты здесь делаешь? Грейс мирно проникает в ваш разум. Ты пойдёшь со мной? Вы чувствуете, как Грейс улыбается? Грейс берёт вас за руку. Интимный момент. И мы просто быстро вернулись в святилище. Ну чё, братишка? Старший. О боже, давайте поговорим. Гамильтон. Кто ты? Ты знаешь ответ на этот вопрос. Я Альберт. Какие вопросы у тебя на уме? На самом деле. Кто я? Ты Гамильтон? Пока. Ты мой брат? А вот это хороший вопросик. Да, я был твоим братом. Был? Да, был. Подожди, как ты? Я что? Я мертвец? Да, это так. С недавнего времени. И почему же ты тогда сейчас стоишь? Рядом со мной. Это дар, Гамильтон? Божий дар. Ангел привёл меня к тебе, Гамильтон. Я пришёл, чтобы помочь тебе спастись. Что? Спасти меня от чего? От тебя самого? От всех твоих страхов и опасений. Ты должен принять себя таким, какой ты есть, братишка. Не позволяя никому себе изменить. Но что, если я хочу измениться? Мы не можем изменить наше предназначение, брат. Ты не можешь измениться, так же, как я не мог изменить то, что Господь так быстро забрал меня из дома. Понимаешь? У Него есть причина для всего этого. Он так много работал над тобой. Ты часть Его воли. А я? Он забрал меня из дома для того, чтобы я мог стоять перед тобой сейчас. И когда я сильно тебе понадоблюсь, прими мой дар. Он понадобится тебе, когда придёт время. Пила для костей? Какой это дар, братка? Вы что, поехавшиеся, что ли? И изогнутая ручка легко скользит в ладони. Зубцы лезвия насмешливо ловят ваши пальцы. И чё, кого рубить? Опять. Пахана разделывать? На харчи? А это кто ещё? Да мать твою, ты чё, дурная голова, что ли, в натуре? У тебя офигенные усы, братан. И чё, мы стоим? Поговорим? Ты серый человек. Ты помнишь? Как он умирал? Я затащил его на старый склад. Вот, недалеко отсюда. Я затащил мальчика туда. Продолжай. Я раздел его догола. Связал его руки и ноги. После чего, заткнул ему рот грязной тряпкой с помойки. И что было дальше? Затем я сжёг его одежду. Я взял инструменты. Я сделал их сам. Топорик был хорош. С короткой ручкой. Я рассёк его кожу пополам. А каждую половинку. На шесть полос. Длиной около восьми дюймов. Ещё. Желание причинить боль. Выше которого нет ничего. О, господи. Ошалеть. Акт пятый. Невиновный. О, боже. Опять твоя рожа. Подожди. А где Грейс? Грейс нету. Давай говори. Моё дитя. Что происходит? Гамильтон. Твоё сердце всё ещё трепещет. Почему истина так беспокоит твоё сердце? Почему я вижу Альберта, если он мёртв? Почему ты видишь меня? Или серого человека? Или Грейс? Ты видишь то, что должен видеть. Мне не нравится то, что я вижу. Это тяжёлое бремя. Но он не поручит тебе то, что тебе будет не по силам. Грехи твоей жизни тянут тебя вниз, словно давящая тяжесть в груди. Понимаешь? Он уже наделил тебя даром. Но с чёл нужным проверить тебя. Как золото в горниле. Всё лишнее сгорит. Словно в молотилке. Твоё зерно будет отделено от плевел. Чтобы искупить все твои грехи, необходимо принести жертву. А что, если я откажусь? Тогда отказывайся и утопай в своих страданиях. Или найди искупление через... Кровь. Кровь, которая смоет твои грехи. Которая не запятнана твоими пороками. Святое таинство. И где же мне найти таинство? Я подготовил таинство. Судьба приведёт тебя к нему. Через воду. Через дождь. В этом месте ты очистишься. Но сперва... Существует три единства вещей. Символов нашей веры. Страшно идёт тебе в месте очищение. Принеси ему эти адские орудия. И тогда... Ты будешь очищен. Ой, обосраться. Охереть. Ладно. Много нам всего объяснили. Пока на этом мы тормознём. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok